Прошу принять меры по поводу... Довожу до вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконный мотказ. Иванов Дмитрий Иванович, 18 января прошла... Прошу разобраться в ситуации, сложившейся... Насколько можно ходить и просить? Приветствую вас, неравнодушные телезрители. В эфире программа «Книга жалоб» в студии Анна Серикова. Крещенские морозы обнажили одну из главных проблем жителей дома номер 31 по улице Космонавтов в посёлке Солнечный. Температура в их квартирах с начала отопительного сезона не превышала 17 градусов. В ноябре приходилось отапливать комнаты с помощью обогревателей. А тут и вовсе стало страшно. Вдруг система не выдержит холодов. История, которую рассказали нам жители, напоминает сюжет ироничного детектива с названием «Бег по замкнутому кругу». Но обо всём по порядку. Застройщик, компания «Сургутстройтрест» и заказчик администрации Сургутского района вводили дом в эксплуатацию, как и положено. Торжественно. И ленточку перерезали, и слова красивые сказали. Мы, как строители, обещаем, что приложим все силы, чтобы участвовать в программах Сургутского района и выполнять свои обязательства вовремя, в срок качественно. Учитывая количество нуждающихся в улучшении жилищных условий, каждый сданный дом на вес золота. Но получается, не всё то золото, что блестит. Дом сдался прошлым годом. Уже прошёл год, как дом сдался. Но у нас до сих пор идут проблемы с отоплением, с обслуживанием дома, с окнами. Окна у всех бегут. Стеклопакеты полопались. Никто нам ничего не делает. Частично заменили стеклопакеты в некоторых квартирах. Откосы на подоконные доски поменяли. Но в итоге ничего, конкретно ничего не сделано. Большинство. 50% только все выполнены к работе. Претензии к качеству новостройки у жильцов были изначально. Но всё обещали решить. Недоделки устранить и создать все условия для комфортного проживания. Когда вас будут заселять, к вам явятся представители застройщика, которые опишут все дефекты, все недочёты строительства. И будут их устранять. Да, они появились несколько раз. Были крайне недовольны, что мы эти какие-то недочёты обнаружили. Они, видимо, ожидали, что мы будем им просто за всё благодарны. Их записали. Но никаких действий после этого не последовало. И дальнейшее обращение к застройщику стало бесполезным. Они просто перестали появляться. Такие уж люди-существа, что ко всему привыкают. Вот и наши герои. Устали биться с закрытой двери, смирились и ждали изменений к лучшему. Однако с началом отопительного сезона проблем только добавилось. С отоплением у нас начались проблемы, как только дали тепло. До сих пор у нас нету тепла в квартирах. Не топится отопление. Холодные батареи, полностью холодные. Сантехники приходят каждый день, и толку от них нету. Звоним. Сегодня звонили, вообще никто не пришёл. Вот с утра пришли, посмотрели и ушли. Больше к нам никто не явился. Дома уже получается, что спать нужно в одежде полностью. А сейчас, когда мы им звонили, по новой застройщикам я звонил, мастерам звонил, они все сказали, это ваши проблемы, что хотите, то и делайте. У нас есть другие работы, и там никто не идёт, ничего не делает. Представитель застройщика утверждает, что мы первые, кто обратился к ним с жалобой на низкую температуру в доме на Космонавтов-31. Вот в отношении этого объекта, в наш адрес, относительно того, что в квартирах холодно, жалобы не поступали. То есть они не поступали ни со стороны управляющей компании, они не поступали со стороны жителей этого дома. Поэтому застройщик самостоятельно инициировать процесс проверки, если там всё нормально, естественно, не должен. Пока люди пытаются выяснить, кто виноват и что делать, температура в квартирах по-прежнему низкая, а суммы в расчётках высокие. За отопление берут с нас по полной стоимости, по средним расчётам. Хотя у нас стоит общедомовой счётчик, общеквартирные счётчики должны брать по общеквартирным счётчикам и делать перерасчёт на конец года по общедомовому. Но этого ничего не делает ни управляющая компания, ни УТВИ, которая нас обслуживает по водоснабжению, никаких взвигов нет. Мы пошли по следам жителей и написали запросы в управляющую компанию застройщику ИВУТВИФ. 30.09. был составлен первый акт по адресу посёлок Солнечная улица Космоната 31. Это была плановая проверка данного дома в связи с началом отопительного сезона. То есть наши специалисты выехали на данный объект, провели замеры температуры на воде в здание. Это подтверждает, что температура теплоносителя в точку поставки соответствует температурной графике наружного воздуха. Мы обратились в управляющую компанию в надежде узнать, почему на вводе в здание температура в норме, а в квартирах гораздо ниже. Нам порекомендовали задать этот вопрос в УТВИФ. Где на наше удивление не просто отреагировали, а даже выехали и сделали замеры. Нашими специалистами по запросу телевидения были сделаны два выезда по данному адресу. Это 1 декабря и 14 декабря. Также были проведены замеры теплоносителя, составлены акты. Все акты составлялись в присутствии представителей управляющей компании. Также приглашался заместитель главы посёлка Нижнесолнечный. Также при замерах выявлено, что температура соответствует температурному графику. Замечаний в адресу УТВИФ по данному вопросу нет. О том, куда уходит тепло и кто должен за это отвечать, расскажу после рубрики «Скорая телевизионная помощь». Здравствуйте! В студии Кристина Жмурко. Для большинства людей приобретение обуви – обычная приятная процедура. Но для некоторых это вопрос сохранения здоровья. Я являюсь инвалидом второй группы. Это всё последствия сахарного голубета. В первую очередь начинаю страдать ноги. Я обращался по поводу оказания мне в социальную службу услуг по приобретению, изготовлению специальной разгрузочной обуви, которая помогает снять напряжение с нижней конечностями. Профилактики заболевания с изготовлением ортопедической разгрузочной обуви у нас практически нигде не проводятся. Если врачи установили группу инвалидности, то сразу же разрабатывается индивидуальная программа по реабилитации. И в этой программе реабилитации комиссия врачей и экспертов разработает эту программу и напишет те средства, которые человек может быть обеспечен бесплатно. Если в программе реабилитации указана протезно-ортопедическая обувь, то тогда протезно-ортопедический центр и займется выполнением вашего заказа. Для этого вы можете обратиться в фонд социального страхования за направлением или самостоятельно обратиться в протезно-ортопедический центр. На приеме врач осмотрит этого инвалида, посмотрит медицинские показания на изготовление, снимет индивидуальные мерки, оформит бланки заказов и отправит в нижний вартовск. Срок изготовления обуви ортопедической где-то в течение одного месяца. Сам пошивочный цех находится в Нижневартовске, но для удобства граждан принимают на местах. В этом случае с ноги изготавливают слепок. В сложной ситуации инвалида могут направить непосредственно в Нижневартовск, причем этот проезд будет ему компенсирован. То есть одна пара ортопедической обуви у взрослых должна выдаваться не менее чем раз в шесть месяцев. Соответственно, на год мы изготавливаем для взрослых две пары обуви ортопедической. Из двух пар одна может быть зимой. За прошедший 2011 год через сургутский филиал было изготовлено заказов на 508 пар. Обращались проживающие не только в Сургуте и Сургутском районе, но и нуждающиеся из Нефтьюганска, Нефтьюганского района и Пытьяха. То есть если инвалид за собственные средства приобрел технические средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, Фонд социального страхования на основании документов компенсирует инвалидам затрат. Стоимость такой обуви составляет порядка 8 тысяч рублей за пару. Сегодня Владимир ходит в обычной обуви, купленной на рынке за 500 рублей. В ортопедический центр он не обратился из-за путаницы с выданной ему справкой, где указывалось о невозможности проведения диагностики стоп. Но, как заверили специалисты, подобные услуги в нашем городе оказываются. Если человек имеет программу по реабилитации и не обращается в учреждения, способные ему помочь, то помощь не будет оказана. Здесь инвалиду предоставляется самостоятельно решать, нужно ему выполнять предписание врача или нет. Помните, за свои права вы должны бороться. К нам в программу обратились жители Дома космонавтов 31, поселка Солнечный. Температура в их квартирах гораздо ниже нормы. А решать проблему, по их мнению, соответствующие инстанции не спешат. Батареи у нас холодные. Если вверх батарея еще хоть чуть-чуть прогревается, то снизу она абсолютно холодная, даже не в комнатной температуре. То есть существует какой-то дефект, из-за которого в квартире нет циркуляции. Это вот проблема наша с отоплением, которую нам никак не могут устранить. Обогреватель и духовку. В кухне у меня включена духовка, потому что двое маленьких детей, сейчас каникулы и одна на больничной. Вот так вот мы согреваемся. За электроэнергию у нас каждый месяц получается зимой оплата за электроэнергию. У нас выходит по тысяче и больше, потому что у нас нету тепла в квартирах. Дом новый, потому еще находится на гарантии у застройщика компании Сургутстройтрез. Возглавляемая Евгением Барсовым. Но претензии к качеству дома можно предъявлять, только если удастся доказать, что причина низкой температуры в квартирах – строительный брак. Проверка показала, что на входе в здание температура соответствует норме, а дальше тепло словно испаряется. Так в чем же причина? Во внутренних инженерных сетях, предположили жители. Инженерная система в любом случае, в любом объекте абсолютно, не выполняет соответственность проекта. Поэтому, когда готовится проект, он проходит экспертизу, а застройщик, собственно говоря, только исполняет волю этого проекта и выводит все это на тот уровень, который необходимо выполнить в проекте. После этого объект готовится к сдаче в эксплуатацию, выезжает комиссия, проверяет, соответствует ли с проектом, выполнены цели работы, все ли они исправны, проверяет все системы, дает каждое свое заключение, и после этого объект сдается. Комиссия дом приняла, а значит, ее члены взяли на себя ответственность заявить, здание полностью готово к эксплуатации, и теперь возникающие проблемы, головная боль жителей и управляющей компании. Кстати, сейчас дом находится на обслуживании муниципального унитарного предприятия ЖКХ поселка Солнечный. Несколько было жалоб по низкой температуре в связи с тем, что была остановка котельных, временная остановка, и в связи с этим произошло завоздушивание системы. Но после того, как котельные запустились, и мы произвели работу по развоздушиванию систем, естественно, температурный график немного сбился. После запуска котельной все восстановилось, и у них температурный график соблюден. Специалисты управляющей компании долгое время общались с нами только через запросы. Спасибо заместителю главы поселка Солнечный Игорю Наумову, который посодействовал в предоставлении информации и сам разъяснил нам причину возникшей проблемы. Вы знаете, да, в начале осени были моменты, когда граждане обращались в наше жилищно-коммунальное хозяйство с тем, что слабое теплоснабжение, да. Но это возникало, вероятнее всего, в силу технических причин, когда, допустим, могло произойти отключение электроэнергии, соответственно, насосы встать, система завоздушивалась. Поэтому в оперативном порядке специалисты жилищно-коммунального хозяйства Солнечного выезжали туда, производили раздушивание системы, и, в общем-то, оно потом начинало работать. Ну, причины могут быть и не только котельные, и с энергией могут быть отключения. Но мы, как создались в августе месяце, мы за прошлый год не можем ответить, а только вот за этот год, что с сентября, с августа месяца, что мы начали заниматься. Вот Виве не берутся однозначно говорить, что стало причиной низкой температуры в квартирах. Здесь сложно судить, здесь надо делать обследование данного объекта, но если температура на входе соответствует графику, а температура внутри помещения все-таки низкая, здесь необходимо провести обследование, и, скорее всего, может необходима регулировка внутри домовых сетей. Здесь только должна сегодня отработать, я считаю, управляющая компания. Но если необходима наша помощь, мы, в принципе, готовы помочь. В том, кто виноват, будут разбираться специалисты. Жители сейчас интересуют другие вопросы. Вернут ли им деньги за некачественно предоставленную услугу и могут ли им дать гарантии, что подобная ситуация больше не повторится. Дом этот новый, да? И при его запуске требуется определенное время для того, чтобы наладить всю эту систему, отрегулировать давление и подачу воды. И, соответственно, в этот период действительно происходят какие-то определенные моменты, но все они оперативно отрабатываются, и потом, на сегодняшний день, таких вопросов уже не возникает. А вот компенсировать ущерб за неудобства с изъясницкой температурой в квартирах в виде корректировки оплаты за тепло можно. Жильцы должны обратиться в свою управляющую компанию с заявлением, чтобы им сделали перерасчет. Вследствие этого управляющая компания обратится в наш адрес, мы проведем анализ данной проблемы, и, если это действительно так, проведем перерасчет. По перерасчету данного дома на сегодняшний день в наш адрес не обращалась ни управляющая компания, ни жильцы. На сегодняшний день, если температура в квартирах не соответствует установленным санитарным нормам, то каждый вновь вводимый дом оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии. И, в принципе, по этим показателям они могут обратиться в ЖКХ для того, чтобы им произвели перерасчет, если это действительно было так. То есть за тот период, когда температура не соответствовала, им могут сделать перерасчет по оплате. То есть, если температура в вашей квартире низкая, необходимо обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию. Специалисты приедут, составят акт, в котором необходимо указать дату проведения замеров, показания приборов. В документе обязательно должна стоять подпись работника компании, собственника жилья. Заявление и акт и станут основанием для перерасчета. В случае с жителями Дома космонавтов 31 перерасчет сделают тем, кто писал заявление о том, что в ноябре в их квартирах температура не соответствовала установленным нормам. Те заявления, которые были, они направлены на перерасчет. Надеюсь, что подобная ситуация больше не повторится, и жители с улицы Космонавтов 31 смогут вздохнуть спокойно. Это была программа «Книга жалоб». Оставить свои жалобы, предложения и замечания можно на нашем сайте. Кстати, в феврале выходит в эфир радиоверсия «Книги жалоб». Настраивайте свои приемники на радио «Маяк Югра». А я напоминаю, что ваши права заканчиваются там, где начинаются права других. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»